Светлоградская автошкола Роста Товарищи, сегодня, в день защитника Отечества, 23 февраля, мы завершаем месяцик, посвященный этой знаменательной дате. Дата в этом году действительно знаменательна. Чем она знаменательна? Во-первых, исполняется в этом году 65 лет нашей организации, российской оборонно-спортивной организации, которая начало свое ведет от Асавьяхима, потом была ДОСАВ, сейчас Российская оборонно-спортивно-техническая организация. 10 лет исполняется, как была учреждена Российская оборонно-спортивно-техническая организация, и в этом году исполняется 50 лет со дня основания Светлоградской автошколы Роста, в которой вы сейчас обучаетесь. Мы уже более 20 лет совершаем марш в этот день и приезжаем сюда, к этому дому, где родился герой Советского Союза Николаенко Роман Стефанович. В том участке автодороги, которую защищал Роман Стефанович, ему был придан батальон пехоты, немцы предприняли жестокую атаку. Против них была брошена группировка, которая была превосходящая, нашу группировку. Завязался тяжелый бой. Значит, Роман Стефанович по рации связался с нашими войсками и доложил, что тяжелая обстановка создается. Ему приказали держаться до последнего, даже ценой жизни не пропустить немцев на этом участке фронта. Наши силы на подходе. И вот немцы одно за другой предпринимают атаки. Значит, против них были брошены тяжелые танки. Я еще раз подчеркиваю, что против средних танков наших были тяжелые танки брошены. Лобовую броню этих танков наш снаряд не прошивал. Только когда танк подставит бок или зад, тогда только можно... Значит, брали наши танки, тяжелые немецкие танки. И вот умело маневрируя, умело маневрируя, 7 атак предприняли немцы против взвода наших танков. И все 7 атак были отбиты. Один наш танк тоже был подбит, второй. И вот Николаенко Роман Стефанович связался по рации еще раз и говорит, Тяжелейшее положение, танк подбит, маневрировать больше не могу. Ему опять же сказали, наши силы на подходе держаться. И вот снарядом немецким, значит, под башню, и экипаж нашего танка погиб. За этот бой... Но так немцы на этом участке не прошли. Наши силы подошли, немцы были отброшены. Вот, в принципе, и за все предыдущие, и за этот бой, что ценой своей жизни, все-таки немцев на этом участке фронта не пропустили, Николай Роман Стефановичу посмертно было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Это наш пример. На их примере, на их подвиге мы должны учиться. Никогда Россия не вела захватнической войны. Она всегда защищала свои границы. Поэтому, ребята, вам, многим уже исполняется 18 лет, в осенний призыв вы уйдете в армию. Пожелать вам хорошей и доброй службы, вашим семьям счастья, благополучия, и чтобы вы вернулись живыми и здоровыми домой. Память, павшим за нашу Родину, минутой молчания. Накануне Дня защитника Отечества в Силоградской автошколе Роста среди курсантов проводили соревнования. Во время митинга победителям в торжественной обстановке были вручены дипломы. В Силоградской автошколе по пулевой стрельбе и по подтягиванию на перекладне. И сегодня я вручаю дипломы подлечившимся в этих соревнованиях. За первое место по стрельбе награждается дипломом первой степени курсант Силоградской автошколы Роста Паминдеев Сергей Николаевич. Подтягивание на перекладне не первое место занял Абдурахманов Салим Рашидович. Поздравляю.